Вечерняя новость 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 Также в специализированном административном суде города семьи отметили, что изменения в законе касаются и судебных дел в отношении семейно-бытовых конфликтов. Если ранее ссоры между супругами зачастую заканчивались примирением в порядке медиации в виде прекращения судебного дела, то сейчас соглашение в порядке медиации не освобождает от последующей ответственности. Если лицо, в отношении которого было прекращено дело в порядке медиации, повторно совершит данное правонарушение в течение года и опять в сфере семейно-бытовых отношений, то будет привлекаться уже согласно статье 73 части 1, санкция которой предусматривает предупреждение либо административный арест. То есть уже лицо не освобождается от административной ответственности в порядке медиации. Данное изменение внесено для того, чтобы лицо постоянно не уходило от ответственности в порядке медиации. Как отметили в специализированном административном суде города семьи, если в 2021 году по семейно-бытовым отношениям было рассмотрено порядка 200 судебных дел, то в 2022 году за данный период число таких дел сократилось до 120. Талшиша Картханай, Нуркасым, Мадзи Жамбиси Газинов, Телеканал Семей. Если фискальная квитанция контрольно-кассовой машины не выдана или выявлен о факте отказа в прием платежа по платежным картам, то можно подать жалобу и даже получить за это вознаграждение, предоставив информацию в соответствующие органы, сообщает Алтай Ньюс. Проводится акция «Гражданский контроль требует квитанции, предусматривающие блокирование теневой экономики». Об этом сообщил заместитель руководителя департамента государственных доходов по Восточно-Казахстанской области Ерик Татубаев. Любой человек может обжаловать это в соответствующих органах, если при совершении покупок не выдана квитанция, либо продавец отказывается принимать платежи по платежным картам. Цель акции – увеличение налоговых поступлений в бюджет, стимулирование предпринимателей к добросовестной конкуренции, что также будет способствовать формированию правовой культуры потребителей. При подтверждении факта непредоставления фискальной квитанции на баланс телефона можно получить вознаграждение в размере 1000 тенге. Налогоплательщик, в адрес которого поступила жалоба, вправе предоставить свои сведения для опровержения факта непредоставления чека. Все материалы анализируются и рассматриваются. Сегодня начался прием документов для зачисления в первый класс. Отправить запрос можно через портал электронного правительства или офлайн. Список документов, которые необходимо будет сдать, намного сокращен. Подробности у наших корреспондентов. С 1 апреля по 1 августа будет проходить прием документов для поступления в школу. Прием осуществляется через веб-портал электронного правительства egov.kz. Специалисты отмечают, что в первый класс дети принимаются с 6 лет, а также дети, которым в текущем календарном году исполняется 6 лет. Дети должны идти в школу согласно закону об образовании с 6 лет и кому исполняется в текущем году 6 лет. Но если ребенку исполняется, например, 6 лет в сентябре, в ноябре, в декабре, то это по желанию родителей. Они могут не отдавать ребенка в школу. Чтобы отправить ребенка в первый класс, не нужно собирать кипу бумаг. Необходимо только заявление родителей, копия свидетельства о рождении ребенка, документы о состоянии здоровья по форме 0,26 и по форме 0,63, а также две фотографии обучающегося размером 3х4. В традиционном формате, то есть на бумажном носителе, документы принимают только гимназии. Их в нашем городе три. Это многопрофильная гимназия номер 5 имени Шакарима, 6 и 37 гимназии. Эти изменения были внесены в прошлом году приказом министра от 3 июня 2021 года 275. Дети зачисляются с 1 апреля по 1 августа. С текущего года гимназии будут принимать документы в бумажном виде. Родители должны подать документы напрямую в школу. Стоит отметить, что есть право выбора школы вне зависимости от места проживания. Однако, как отмечают в отделе образования, привилегии будут отдаваться микроучастку проживания. Трое детей будут зачисляться с прилегающей территории обслуживания школы и один ребенок с другой территории. Что касается подачи документов в электронном формате, то затруднений, как в прошлых годах, в сбои системы в этом году быть не должно. В Акадгульказе сайду сайт Калиев, телеканал Семей. Лучший учитель 2022. По таким названиям прошел внутришкольный конкурс в общеобразовательной школе номер 38. Он направлен на профессиональное совершенствование и творческое вдохновение учителей, занимающихся научными исследованиями. С целью повышения квалификации и мотивации профессиональной деятельности педагогических работников на регулярной основе проводятся различные конкурсы. В этом году в конкурсе «Лучший учитель 2022» приняли участие пять учителей из разных методических объединений. Оценивались учителя по портфолио, открытым урокам, эссе и профессиональному мастерству. Главная цель этого конкурса – выявить профессионала, владеющих передовыми технологиями. И, думаю, дать отчет перед коллегами. Еще одна наша цель, наша надежда, чтобы победитель нашего конкурса смог принять участие в городском конкурсе. Чтобы они проявили свое искусство в городском конкурсе и, наконец, участвовали в конкурсах республиканского значения. Особенность конкурса в этом году заключается в том, что членами жюри выступили директоры гимназии, лицеев, главные специалисты учебного заведения. То есть охват был намного масштабнее обычного. Условия предоставляются администрации города, чтобы каждый учитель чувствовал себя лучшим педагогом. Цели ясны, задачи известны. В ходе этого конкурса мы наблюдали большую подготовку учителей. В заключительной части конкурса учителя поделились своими профессиональными и творческими способностями по тематикам. Я – мастер-учитель. Перевоплощение пути педагогического взаимопонимания. Отметим, по решению членов жюри, учителя истории с многолетним стажем с адвокатом Гульжан Жагобжанова признана достойной звания «Лучший учитель 2022». Другие участники были награждены в различных номинациях. Эмоции, конечно, на высшем уровне. Спасибо моему коллективу за поддержку. Спасибо директору школы Асен-Сериколны за учебу по методической работе, что организовали такой конкурс, который будет премьером для молодых учителей, которые пойдут следом за нами, будущим педагогам, студентам. Думаю, что они пойдут по нашим стопам и достигнут тоже определенных результатов и высот. Нужно отметить, что конкурсы для учителей позволяют им осмысливать происходящее в современной школе, прогнозировать профессиональное развитие и проектировать свою дальнейшую педагогическую деятельность, направленную на профессиональные достижения. Талша Шакардхан, телеканал «Семей». В университете Шакарима к 80-летию со дня рождения члена корреспондента Академии сельскохозяйственных наук Республики Казахстан профессора Елемеса Тулеевича Тулеева в научной школе открылась библиотека. Здесь представлены работы профессора. На открытие побывала и наша съемочная группа. Елемес Тулеевич работал на кафедре технологии мяса, молока и пищевых продуктов университета Шакарима. В целях популяризации заслуг профессора в области науки и образования ВУЗ открыл библиотеку с ценными трудами. Ленту научной библиотеки разрезал профессор Академии наук Республики Казахстан Уруспек Чуманула и управляющий директор по науке национального аграрного научно-образовательного центра профессор Саяхат Уразович. Инициаторами мероприятия выступили ученики профессора, которые сейчас возрождают научный путь в каждом регионе страны. Он счастливый человек. Именно благодаря этим ученикам можно прожить вторую жизнь. Благодаря им началось большое мероприятие. Ранее была принята концепция научной школы Елемеса Тулеевича. Эта же научная школа работает и сейчас. Фонд библиотеки располагает памятными книгами и библиографией с основными научными трудами. Имеются монографии ведущих ученых, сборники международных научных конференций. В библиотеке представлены опубликованные научные труды ученых научной школы, основанные Елемесом Тулеевичем. Рукописи 10 докторских, 85 кандидатских диссертаций, рукописи магистров, учебники известных ученых, аналитические обзоры и другие труды, защищенные в диссертационном совете, в числе которых был Елемес Тулеов. В дальнейшем фонд будет пополняться исследовательскими работами различных направлений, что откроет возможности для самостоятельного поиска молодых ученых. По словам преподавателей, открытие библиотеки направлено на расширение кругозора студентов. Багадуль Казель Шугла, Султан Махмудова, Ельжан Макзумов, телеканал «Семей». В Восточно-Казахстанской области с 1 по 4 апреля в связи с резким потеплением в регионе ожидается повышение уровня воды в реках. Об этом сообщили в пресс-службе областного департамента по чрезвычайным ситуациям. Из-за этого снег быстро оттает, в реках повышается уровень воды. То есть повышается риск подтопления улиц, домов, сообщают представители ведомства. При этом ДЧС рекомендует гражданам очищать придомовые территории от снега, держать в очищенном состоянии рычную сеть. Это были все новости к этому часу. Наши другие новости вы также можете увидеть на сайте семейтв.кз. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин